Всем здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о том, как работать на темной афрокоже, какие особенности есть со стороны колористики, прежде всего, и со стороны техники. Коротко расскажу пока о новостях Академии. Представлюсь, меня зовут Патаенкова Ирина, я являюсь основателем Академии, наставник по татуажу, онлайн-мощная подготовка для желающих оффлайн-практика. Вот, Академия основы в шестнадцатом году. Я работать начала в татуаже с 2009-10 года, где-то, да, зимой получается. И обучаю, и сейчас открыла студию, потому что я с 2013 года живу в Испании, вот, если кто не знал. Ну что, как работать на темной коже? Недавно у меня была работа, как раз я думаю, отлично, я расскажу все мои наблюдения. Во-первых, на что нужно обращать сразу внимание, это выбор пигмента. Выбор пигмента обязательно нужно избегать цвета, содержание которого много красной части. То есть, откровенно коричневые шоколадные пигменты на темную кожу нельзя. Почему? Потому что пигмент в темной коже это у нас меланин, да, тот, который почти черный или черный. Смотря какой градации темная кожа, афрокожа к вам пришла. Если это мулатка, у нее такая бронзовая кожа, но она не темная, да, то есть там можно считать, что это больше как бы красная часть. А в темной коже, которая более черная, да, серо-черная или черная, темная, прохладная кожа, в ней много темного пигмента, меланина, который очень темный. Вот. И сосуды присутствуют, как и у всех. И работа на темной коже, она сложна в технике тем, что она чувствительная, сосудистая очень часто. И она еще при этом плотная. То есть, вы, работая на этой коже, во время выполнения самой техники, можете заметить, что пигмент как будто бы не ложится, а у вас кожа кровит. Поэтому работать нужно все равно продолжать, спокойно, главное, чтобы поверхностно, и не торопиться вперед, да, закрашивать лучше пошаговой методикой. То есть, вы красите, например, часть хвостика, я рекомендую начинать обычно с какой-то менее опасной зоны, какая-то часть, это может быть подальше от краешка, но не доходя до апекса. То есть, вот этот участок, да, небольшой сантиметр, можно брать в работу и начинать. При любом случае, с любой кожей, которая сложна в татуаже, может вам показаться или непонятная, или остаток не идет, не двигаться дальше, оставаться на этом квадрате до тех пор, пока не появится приятная мягкая тень. Вот такие особенности. Получается, что на темную кожу, если мы берем пигмент с красной составляющей, тепло-коричневый, откровенно видно, что он прям коричневый, теплый, медовый, шоколадно такой теплый, коричневый. Опасность в том, что можно получить фиолетовые брови. Почему? Потому что меланин темного цвета, это вам рассказываю я уже из раздела обучения, но к этой теме невозможно не рассказать. Темная часть кожи темный меланин плюс цвет сосудов. А цвет сосудов все-таки, это все-таки будем считать синий, холод, потому что не красный, да, то есть сосуды, они там как раз есть кислороды насыщенные, да, там не кислороды насыщенные. В общем, в любом случае сосуды дают холод больше в кожу и на диагностику цвета в результате тоже дает холод. Поэтому работаем более нейтральными на желтой основе темными цветами, да, потому что светлые цвета в темной коже, афрокоже, они не будут видны, даже если вы их нанесете, видны они не будут. Кроме как, если в светлом цвете, ну может быть для губ, да, если, в светлом цвете должен быть оксид титана. Оксид титан белый пигмент, да, самая крупная частица у него, он везде, во всех типах кожи очень плотно закладывается и надолго, поэтому отсюда, что все техники камуфляжные в светлых тонах пигментов, они все рассчитаны на то, что мы работаем очень вуально и прозрачно. Вот, но это про белый пигмент, это ни к чему, но к тому, что на темную кожу, на брови мы берем темный цвет без красной составляющей. Вот, кстати, у меня примеры есть, я вам сейчас покажу картиночку. Вот, то, что я клиентам нарисовала, всем обещала вот эти картинки, чтобы вы могли себе скачать, обещала поставить на сайт полезные, ну чуть позже этим займусь, обязательно поставлю все эти картинки, которые у меня есть. У меня их пока три штуки, вместе с лицами девочек, может быть, кто девчонки просили. В общем, смотрите, если у нас пигмент тот, который много содержит красного, то, ну какой, любой, да, из коричневой части. Или пигмент, который не содержит особо красного, да, из более темной части, в котором красный не особо сильно виден. Если мы берем пигмент, который не особо сильно содержит много красноты, но он при этом темный, то на темной коже мы получим в результате такие прохладные, но не синие, нормальные такие брови темного цвета, ближе в тон волос девчонок этих, да, афроамериканок и всех вот этих темных типажей. Поэтому не старайтесь добиться коричневых бровей на девочке-африканке, да, или что-то похожее такое там из той стороны. Затем, во время работы, как я уже сказала, кожа чаще всего сосудистая, и если вы будете работать агрессивно, если у вас рука тяжелая, да, то можно получить еще большие сложности во время работы. Она будет кровить, растить, она и так будет кровить и растить, часто очень. Затем, при заживлении кожа очень хорошо оставляет. Вот, то есть если вы работаете равномерно, не имеете никаких проблем с техникой, рука у вас поставлена, приходите, я вам поставлю руку, если хотите, если сомневаетесь в себе, этот курс база брови. У вас будет все нормально. Вот сегодня, сейчас мы делали перекрытие после микроблейдинга. Покажу, девочка у меня, вот она. Здесь микроблейдинг старый, несколько раз было все это сделано, все это шерамиками и, естественно, пятнами выходит пигмент. Почему? Потому что когда повторный микроблейдинг мы делаем, если техника неадекватная, она достаточно сложная техника, ее нужно иметь поверхностно очень делать, правильно, и для этого, конечно, двух дней обучения недостаточно. Вот, так как и самому татуажу. И мы решили, что перекрывать, перекрывать все вот это, переделывать формы. Вы скажете, и надо ее удалять на лазер, но вот здесь история такова, что ничего она удалять не собирается, вот, ей нужно сделать исправление. Сейчас покажу, что это вот сегодняшняя работа, сегодняшняя, поэтому заживших еще нет, но я вам покажу другую работу в таком же, с такой же проблемой, на другой, правда, кожи, но уже зажившую, потому что она есть. Вот, это мы перекрыли, я вам сейчас другие фоточки продемонстрирую, не только эту. Это сразу после, да, у нас. А, вот такая близко есть. Здесь я делала один первый проход, это был слой, который был видим, он был такой прозрачный, но он полностью виден был по всей форме. Я делала сначала первый проход просто в более таком, не на пыление, никаких там на пыление, ничего, укладывала просто штрихи близко друг к другу, и дальше уже на втором проходе я уже тогда распыляла. Там есть пятна, смысл этой работы в том, чтобы получить более равномерный фон, в котором эти пятна еще будут видны, но потом нужно будет сделать затемнение и свести это все в градиент, постараться, чтобы вверх уходил светлее за счет расширения, а внутренняя часть, которая пятнами темными, да, там на коррекции, во-первых, пройтись корректором надо будет, когда заживет. А, потому что заживет это все не плотно, это все достаточно прозрачно заживет, но равномерно. По пятнам я потом буду корректором проходить, остальные части я буду затемнять русым цветом с корректором оранж вместе. Вот, и возможно потом отдельно пройду более темным цветом, для того, чтобы немножко свести пятна, растянуть их по внутренней части брови, а вверх все-таки я буду распылять. Еще поднимать ширину, чтобы вот из внутренней части к краю, а край будет более прозрачный, мягкий, ну как-то вот это будет все скрадывать. Потом я думаю, она походит с этим татуажем пару лет. Старый татуаж, если не будет у нее никуда трогаться, да, то в любом случае будет получаться уже работа, знаете как, адекватно. Оно там, пятнистость будет оставаться. Если она захочет, можно будет удалять. Моя работа сейчас, которая сделана, она не будет мешать истории вообще удаления и так далее. Здесь все нормально. А, вот еще вот такое фото есть. Какой-то момент еще до того, когда та бровь еще не сделана. Вот первый проход на той брови видно. Он такой прозрачный, еле заметный, но он прям вот такой. Уже форма собрана вся. А потом дальше растяжку краев нужно делать. Низ она хочет четкий, мы его не будем растягивать. А верх будем еще растягивать, потому что, во-первых, она ширину не хочет. Во-вторых, у нее там шрамы. Это работа по шрамам. Шрамы у нее по всем хвостам, прямо от середины где-то и по хвостам. Головки только более-менее, но на головках несколько волосинок, все шрамировано. Вот, поэтому эта работа, конечно, сложная очень. Хвосты надо будет удалять или камуфлировать. Хвосты там торчат, такие пятнышки. Все это, потому что форма была другая. А, ну вот еще фото такое есть. В общем, в итоге она вот такая. Показала, да, вот это переключать. Сейчас я вам покажу похожую работу, но уже с результатами. Да, вот так вот у нее было, у этой девушки. Это испанка. У нее было несколько микроблейдингов, и все это уже сошло. И вот там, где хвосты, это все вот остаток пигмента. Ну, он как бы не страшный в головках. И там же шрамы. Шрамы там также идут вот этими линиями. Кожа вообще изрезана просто вот этими полосками. Это все, конечно, ужасно. На этом работать очень трудно. Сейчас я вам покажу, что у нее зажило. Делала я ей напыление послойно. И вот это вот наверху, вот это фото, это то, что осталось после напыления. То есть там, где хвост розовый, если вам видно, это кожа молодая, да, такая вот шрамированная кожа. Уже когда все зажило, она все равно все это розовая. Если хвосты удаляет, ты отправляешь клиента на лазер. По-разному, на самом деле. Где-то какие-то случаи, вот как у этой девочки, что я до этого показывала, там маленькие какие-то надсечки от черного пигмента, там от микроблейдинга выше, ниже хвоста, я предлагала ей ремовером удалять, потому что это, ну, мелкие детали, либо я закамуфлирую ей. Так, вот у нас, вот такой тип кожи была у меня работа. Мы делали брови в технике напыления. Сейчас покажу, как это выглядело. Девочка очень боялась, что это будет очень ярко, что что-то там пойдет не так. Сейчас. Это эскиз. У нее там есть, где волосинки не растут. Апексы мы ей добавили в эскизе. Добавили апексы. Вот это вот мы напылили, свежесделанное. И пока я ее не видела, я ее жду. Получился вот такой у нас цвет. Я уже рассказала, какие особенности работы вот на этой коже. Добавил с 28 минут. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я прокомментирую Значит, была сделана пока базовая форма Здесь меньше по ширине возможно будем распылять вверх еще Пока только сделана базовая форма без градиента в головке Вообще, вот самый минимум Там, где у нее волоски не растут, сделано цвета больше И где волоски в головке, там сделана пока только теневая основа Потому что мы будем с ней думать, какую форму головок сделать И работа на этой коже была медленная В технике напыления, вообще пудрового напыления послойно Чтобы цвет зажил максимально мягче Без всяких там пикселей, да, или чего-то И вот на таких типах кожи пигмент заживает вот равномерно Волоски пока мы ей никакие не выщипываем в бровях Потому что, возможно, те волоски, которые под хвостом Она будет укладывать гелем наверх И у нее все будет так хорошо смотреться модно Здесь сделана работа в послойном тоже нанесении пигмента Да, послойно-послойно-поверхностно И она сделана в тушевке с напылением Нижняя часть брови втушевана А верхняя часть сделана более, как бы, ну, меньше цвета, да, градиентом И это до коррекции То есть пигмент очень ложится прям Как немножко расплывается даже, я бы сказала Всех обнимаю, целую Записи оставлю Пишите под этим видео, какие темы вам еще интересны Скоро что-нибудь еще проведем Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok